Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 августа. Я по-прежнему занимаюсь сбором томатов спелых. И сейчас быстренько хочу вам показать кусты саньки, потому что многим не нравится, когда показывают только плоды, хотят видеть, как они растут на кустах. Но так как у нас нынче погода не очень благоприятная, у нас то дождь, то ветер, у меня все, почти все, которые сильно нагруженные томаты, их все повалило. Вот и санька здесь, видите, у меня валяется. Вот этот тоже уже скоро упадет, потому что у них такая нагруженность кустов. Ой, сейчас посмотрите. Видите, вот, вот это санька. Он качается, бедный, я уже не знаю, куда его прицепить. Я сейчас для тех, кто не знаком с сортом санька, опишу его по пачке. У меня специально купленная испачка. Семена я, конечно, не использовала, у меня свои, просто описание, чтобы читать. Санька, ультра ранний сорт, а всходов до начала созревания проходит 79-85 дней. Растение очень компактное, аккуратное, высотой 40-60 см. Плоды округлые, красные, слегка ребристые. Первые плоды 100 граммов, следующие могут быть меньше 80-90. Просто 10 килограмм с одного квадрата. На один квадратный метр 5 растений можно. Это вот тот же самый сорт, который можно и загущенно посадить, и не надо не посынковать, не подвязывать. Можно его. Но лучше всего подвязать, потому что, видите, какое, что тут творится, такое обилие кистей, что он начинает разламываться, куст, все это начинает распадаться, падать. Вот этот куст уже обобранный, он и то упал. На этом еще много вот всякой завязи. Она все больше и больше образовывается. Так что вот я всегда его привязываю, хотя бы вот так, к этому колышку. Плоды хорошие, но все зависит от погодных условий, от лета. Если, например, хорошее лето, плоды такие крупные, ярко-красные. Но если прохладненько и солнца мало, ну обычно они помельче бывают. Но вообще этот сорт все знают, Саньку. В прошлом году у меня был очень подробный видеообзор про него. Я его и показывала, и рассказывала. Сорт известный, сорт полюбившийся садоводам и огородникам. Если никто ни разу не выращивал, попробуйте хоть раз. И когда вы спрашиваете, а какой он на вкус, сладкий или кислый, а как он в маринаде, как он в засолке, лучше один раз самому попробовать, чем выслушивать вот эти, как сказать, мнения от окружающих. Кто-то пишет, что он сладкий, кто-то пишет, что он кислятина. Все это зависит и от вашего ухода, и от грунта, и от количества солнца, полученного плодами во время жизни, томатом. Так что мнение одного человека, и даже двух, и даже трех, не должно определять ваш выбор. Вы должны сами попробовать несколько сортов, выбрать из них самые лучшие, которые подходят для вашего региона. Вот для нашего региона Санька подходит идеально. Он вызревает, вызревает очень рано. Сейчас я вот уже собираю, ну, такие последние, основные крупные плоды. Если мелочь останется, я не расстроюсь, если он не успеет вызреть. Мы его и в салат употребляем, и солим. Идеальный вот этот красный цвет подходит для леча, для кетчупов, для томатных паст, для всяких заготовок. Рекомендую, посадите, не пожалеете. Очень урожайный, неприхотливый, невысокий. Ну, супер сорт, короче, это Санька. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Это я хвалила сорт Санька. Я не каждый сорт хвалю, но этот, правда, прекрасный. В хорошие это руки его, так он вообще прелесть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!